Старкрафт 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 На самом деле их было примерно 80, чего только стоит одна Command & Conquer Red Alert. Жанр РТС был дико популярен, а конкуренция в нём была похлеще, чем в жанре военных шутеров от первого лица в наши дни. Ещё была жива студия Westwood, которая, собственно говоря, и изобрела концепцию современных стратегий, представив её в Dune 2. Никаких условно-бесплатных игр, никаких DLC, всего этого попросту не существовало. Конечно, уже тогда Blizzard не была новичком в игровой индустрии. Rock'n'Roll Racing, Lost Vikings, Black Throne — все эти игры уже сделали компании неплохую репутацию. В жанре РТС Blizzard успела отметиться двумя частями Warcraft, которые поставили её на одну планку с самой Westwood. Казалось, стоит просто продолжить заниматься Warcraft, и рынок у вас в кармане. Однако, не забываем, что на дворе был 96-й год, и Blizzard, которая тогда ещё не была крупной компанией, вела себя довольно странно и нелогично. Ей хотелось попробовать себя во всём, так что ресурсы студии были разбросаны по самым разным проектам. Games People Play должна была стать своеобразным пазлом-кроссвордом. Warcraft Adventures Quest. Крикса — космическая игра, которая могла стать одной из первых в истории ММО. Проблема заключалась лишь в отсутствии мотивации. Blizzard уже разрабатывала первую Diablo, которая выглядела потрясающе. Неудивительно, что сотрудники студии с большой неохотой занимались созданием электронных кроссвордов, в то время как их коллеги работали над будущим королём жанра hack and slash. Идея Алина Адама, одного из основателей Blizzard, была проста. Всем вам она хорошо известна — выпускать по одной игре в год. Заполнить промежуток с 95-го до 97-го года должна была стратегия в стиле XCOM, которая носила название Shattered Nations. Но что-то не срослось, и её разработку пришлось заморозить. Вместо неё было решено развивать совершенно другую идею — орки в космосе. Вот что пришло на ум руководству компании. И правда, возьмём готовый движок от Warcraft 2, напишем новую предысторию и перерисуем старые юниты. Всё просто. На это у Blizzard был ровно год. Именно так, первоначальная StarCraft должна была родиться всего за 12 неполных месяцев. Сотрудники Blizzard прекрасно понимали, что создать качественный полноценный продукт за такое время попросту невозможно. К тому же фанаты уже рассчитывали на то, что создатели Warcraft предоставят им первоклассную игру. И всё же работы на StarCraft в спешке начались. Давайте представим себе выставку E3-96. Какие игры мы бы там увидели? Первая часть Resident Evil от Capcom. Tekken 2 от Namco. Студия Nighty Dog показала публике Crash Bandicoot. Первая Tomb Raider от Eidos. Отличились и Epic Games, которая в те времена скромно называла себя Epic Mega Games. Эта компания привезла с собой первую версию движка Unreal. Говоря проще, всё бурлило и кипело. Там же была и Blizzard с первым прототипом StarCraft. Любопытно, что в своём юном возрасте Blizzard всегда любила посещать игровые выставки. Бывший исполнительный директор Патрик Виат вспоминает, что мероприятия, подобные E3, да и простые торговые выставки, были для сотрудников компании настоящим праздником. Они весело расхаживали по стендам конкурентов и тщательно присматривались к каждой игре, стараясь подметить важные для себя детали. Тяжёлые дни обычно заканчивались шумными вечеринками с большим количеством спиртного, после чего некоторым членам команды было довольно тяжело встать и отправиться на работу. Вернёмся к E3-96. Blizzard привезла на неё ранний прототип StarCraft, созданный всего за несколько месяцев. Игра, мягко говоря, была не очень. Что справедливо заметили все посетители и игровая пресса, которая обозвала её Варкрафтом в космосе. StarCraft почти ничем не отличалась от WarCraft 2, а всё, что успели разработчики, перерисовать спрайты да подправить механику. Выпускать такой продукт на рынок было попросту глупо, а сроки релиза уже начинали поджимать. Но слабый интерес публики не был главным ударом для Blizzard. Ситуация стала намного хуже после другой презентации, проведённой другой кампанией, Eon Storm, основанная Джоном Ромеро, привезла на E3 стратегию Dominion Storm over Gif 3. Взглянув на неё, Blizzard поняла, что она по уши влипла. Dominion выглядела как игра из следующего тысячелетия, в то время как StarCraft представлял собой пародию на нечто из начала 90-х. В Dominion было всё. Разнообразные типы юнитов, большие красочные карты, продуманный мультиплеер, непревзойдённая графика. Да что там говорить, если игра Eon Storm использовала честную изометрическую проекцию, в то время как StarCraft работал в стареньком 2D. Разница уже по тем временам просто колоссальная. По словам того же Патрика Виата, им попросту надрали задницы. Тогда никто даже не подозревал о том, на какую фальсификацию купилась Blizzard, и к чему это приведёт в будущем. Ты, наверное, всё пропустил, но нам только что надрали задницы. Сотрудники компании, как бы так помягче сказать, приуныли и уехали домой. О своём позоре на Е3 они предпочитали не вспоминать. StarCraft потихоньку отталкивали подальше в тёмный уголок. Команда разработки теряла одного человека за другим. Большинство из них уходили работать над гораздо более перспективной Диабло, которая очень скоро стала главным внутренним проектом Blizzard. Программисты, художники, аудиодизайнеры, тестировщики постепенно ушли все, и уже никто не занимался StarCraft. Судьба игры висела на волоске. Все мы прекрасно помним, с какой лёгкостью Blizzard замораживает свои разработки. Но каким-то чудом StarCraft удалось выжить. Возможно, компания просто почувствовала вызов и хотела показать всем, что она умеет делать стратегии не хуже Ромеро. В конце 96-го года разработка Диабло была завершена, и Blizzard вернулась к бедной StarCraft. Она находилась в кошмарном состоянии, представляя собой дико мутировавшую WarCraft 2. Её код был ужасен, графика вызывала отвращение, да и вообще играть в это не хотелось абсолютно никому. Все помнили Dominion, с презентацией которой к тому времени прошло полгода. Самолюбие разработчиков было задето, и они приступили к реанимации. Тут Blizzard чуть было вновь не наступило на грабли. Руководство решило, что привести StarCraft в идеальное состояние удастся всего за два месяца. Два месяца, при том, что игра совершенно не похожа на то, что мы знаем под этим именем сегодня. Разработчики трудились не покладая рук, буквально живя в офисах. В игру требовалось внедрить огромное количество самых разнообразных вещей. Нарисовать новую графику для изометрической проекции, с нуля создать редактор карт, добавить поддержку игры через Battle.net, доработать локальную сеть, написать искусственный интеллект и систему нахождения путей. Особую пикантность ситуации придавало то, что движок WarCraft 2 совсем не подходил для изометрии, и разработчикам стоило огромных трудов заставить её выглядеть так, как им хотелось. Это привело к другим проблемам. Юниты, привыкшие передвигаться по стандартным двухмерным картам, в новом псевдо-3D попросту терялись. Первоначальный дедлайн сдвигался всё дальше и дальше, а команда зависла в разработке по горло, устанавливая своеобразные рекорды. 40 часов непрерывного кодинга! 42! 48! Все рекорды принадлежат программисту Бобу Фитчу, который, к слову, до сих пор работает в Blizzard, трудясь над второй частью StarCraft. Именно после неудачи на Е3-96 Blizzard разработала новую концепцию игры. Сутью заключается в наличии трёх абсолютно непохожих друг на друга фракций. Игроки должны были разрабатывать собственные уникальные стратегии в зависимости от того, за какую сторону они играют и кто является их противником. Позже эта схема сработает на ура! Конечно, споры о том, откуда растут корни спейсмаринов по версии Blizzard, не утихают до сих пор. Эльфы и люди сражались в космосе ещё в гораздо более старой вселенной Вархаммер. И проводить аналогии между двумя популярными сеттингами можно бесконечно. Вопрос того, что заимствовало или не заимствовало Blizzard у Games Workshop, мы, пожалуй, оставим. Кое-что в итоге в финальную StarCraft так и не попало. К примеру, система голосового чата, который использовал специальный алгоритм, передающий произносимые вами фонемы на компьютеры других пользователей. Для того времени это была передовая технология в игровой индустрии. Однако для её использования подходила не всякая аудиокарта. Результат, который могли получить конечные пользователи, был, мягко говоря, непредсказуем. Всё это продолжалось 14 месяцев, после чего разработчики благодарили Бога за то, что пользователи не увидят тот код, на базе которого работала финальная версия StarCraft. И всё же она работала. 31 марта 1998 года Blizzard выпустила игру в продажу, после чего началась новая эпоха. Эпоха StarCraft, которая продолжается до сих пор и пока не собирается заканчиваться. За эти два года Blizzard поняла одну важную вещь. Никогда не выпуская игру до тех пор, пока ты не уверен в том, что она полностью готова. Никто больше не собирается сделать StarCraft за год. На создание второй части у Blizzard ушло 7 полных лет. Но вернёмся ненадолго к Eon Storm и её стратегии Dominion. Не было бы её, StarCraft бы навсегда осталась в начале 90-х. Или вовсе была бы закрыта. Dominion вышла через пару месяцев после StarCraft и прошла совершенно незамеченной. Более того, кое-кто из её разработчиков позже ушёл в Blizzard и рассказал одну любопытную деталь. Демо Dominion, показанное на E3-96, было целиком сфальсифицировано. Публики показывали заранее подготовленное видео, а презентующие лишь притворялись, что управляют происходящим на экране. Забавно, но своим успехом Blizzard полностью обязана этой лжи. Как бы то ни было, уже совсем скоро нас ждёт релиз аддона Heart of the Swarm для StarCraft 2. Вторая часть растянется на целую трилогию. Как будет развиваться серия дальше, пока знает лишь сама Blizzard. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры сделал DimaTorzok